Протест в центре города. Жители Мальдив протестовали офиса строительной компании, за которой, по мнению протестующих, они на несколько дней остались без света и воды. Отмечу, что в данном случае Мальдива – это дом на Марсельской, который относится к жилому комплексу острова. Напомню, пожар случился еще в пятницу поздно вечером. Причиной возгорания стала неисправная электрощитовая на третьем этаже. Огонь распространился на все этажи, но пожарная система не сработала. Я чудом осталась жива. Выбежали, потому что я узнала из домового чата, что наш дом горит. Я не узнала это из-за пожарной сигнализации. Я просто узнала это из домового чата. Квартиры поплавились, двери. В квартирах очень сильный смог, очень сильная зола. Но квартиры чудом не пострадали. Более 300 квартир остались без воды и света. Многие покинули свое новое жилье. Без работающих коммуникаций жить здесь не очень комфортно. Волонтеры доставили в бедствующий дом воду, а также установили на Мальдивах биотуалеты. Жильцы уверят, что застройщик ничем их не обеспечил. В свою очередь представители строительной компании уверяют, что во время сдачи дома пожарная система работала исправно. Мы будем помогать вам и решать этот вопрос. Для этого мы сейчас создаем рабочую группу, где будем совместно эту ситуацию понять, что делать, что нужно проинтеризировать, в какие сроки, может это поэтапно как-то водить и так далее. Если экспертиза покажет, что пожар произошел по вине застройщика, то компания готова нести ответственность. Телеканал «Репортер» следит за дальнейшим развитием событий.